Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины современная США. Сейчас я записываю дополнение к видео лекции номер 14 на тему «История миграционных процессов и формирования американской нации. Демографическая структура современного американского общества». Как вы знаете, я должен дать вам вопросы для закрепления и список рекомендуемой литературы. Вот давайте обратим внимание на вопросы для самоконтроля или для закрепления. Первый из них – почему США называют страной иммигрантов? Второй – что означает аббревиатура WASP. Почему считается, что потомки имена этой социальной группы являются основой американской нации? Следующий вопрос состоит из нескольких вопросов. Какую часть населения США составляют афроамериканцы, азиаты, представители коренного населения? Попробуйте ответить на этот вопрос и в процентном отношении, и в абсолютном численном выражении, то есть в миллионах человек. Давайте я вам приведу пример. Допустим, афроамериканцы составляют около 13% населения США. Население США по последней переписи порядка 300 миллионов человек. Ну, где-то сейчас 310-315. И, соответственно, 13% – это около 40 миллионов человек. Соответственно, допустим, латиноамериканская диаспора еще более крупная. Там порядка 17%. Вот это больше 52 миллионов человек. И, наконец, последний вопрос. Кто такие бэби-бумеры? Чем это поколение американцев отличается от всех остальных? Об этом я вам обо всем буду рассказывать в видеолекции. И, соответственно, если вы ее внимательно послушаете, запишите что-то, вы легко ответите на все эти поставленные вопросы. А теперь обратимся к списку литературы. Я ее поделил на две части. Основная и дополнительная. В основном учебник «История Америки» Алана Акселерода. Работа Стивенсона «Америка. Страна. Общий по людям». Здесь как раз говорится именно о диаспорах, о социальной и демографической структуре американского общества. Об этом же говорится и в «Пособии по страновидению» Голицынского. Вот замечательная книга-монография «Нитабург. Русские в США. История и судьбы». 1870-1970 годы. Этно-исторический очерк. Книга вышла в Москве в 2005 году. Есть также довольно подробный энциклопедический справочник современной США. Хотя время его немножко уже, конечно, устарело. Время его выхода. Ну и несколько работ из дополнительной литературы. Замечательная книга Бьюкинена. Все время был сенатором и кандидатом в президент США «Смерть Запада», где он много рассуждает о социальных, демографических, этнических и расовых проблемах США. Макс Лернер «Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мысли в США» в двух томах. Ну и вот я, так сказать, несколько нескромно поставил сюда свою работу, свою статью. «Имиграция в Новой Англию в конце 19-го, 1-го и 20-го века. И русский след в истории штата Коннектибут». Эта статья вышла в двух изданиях, в вестнике Карганинского государственного университета и в журнале «Белем образования» в 2006 году под номером пятым. Если будет время, я на лекции или на семинаре более подробно вам расскажу о содержании этой статьи. Вот «Русский след в истории штата Коннектибут» очень интересен, включая личность Игоря Сикорского, знаменитого русского инженера и изобретателя. На этом все. Благодарю за внимание. Внимание.